Организация «Врачи без границ» обвиняет сирийскую армию и Россию в нанесении авиаударов по больнице провинции Идлиб на севере Сирии. В результате бомбардировок погибли по меньшей мере 7 человек. 8 работников больницы считаются пропавшими без вести. Это не единственное медицинское учреждение, пострадавшее от авиаударов. В городе Азаз, недалеко от Алепа, несколько ракет попали в детский госпиталь и школу, где жили беженцы. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 30 получили ранения. Москва эту информацию пока не комментирует и заявляет, что турецкая артиллерия осуществляет обстрелы сирийских населенных пунктов, недавно освобожденных от террористов правительственными войсками и отрядами курских ополченцев. Премьер-министр Турции Ахмед Даватоглу, пребывая с официальным визитом в Киеве, заявил, что сегодняшние бомбардировки совершили российские ВКС. Ахмед Даватоглу также прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России в интервью немецкому журналу «Шпигель» о том, что Россия продолжит наносить удары по объектам террористических группировок, даже если удастся договориться о прекращении огня в Сирии. Это заявление говорит нам о том, что даже после соглашения в Мюнхене цель России – это не прекращение огня, а убийство мирных жителей. Таким образом, Москва поддерживает режим в Сирии. Тем временем, турецкие силы безопасности сегодня подтвердили обстрел позиций вооруженных формирований курдов на территории Сирии. В Анкаре говорят, что это ответ на нападение на турецкий пограничный пункт с территории Сирии. Продолжение следует...